... того, как мы получали статус резидента ТОСа и, собственно, дать, может быть, некоторые предложения для того, чтобы можно было еще больше усилить инвестиционный климат в городе. Ну, для начала немножко расскажу о нашей компании. Следующий слайд, пожалуйста. Группа компаний F-Wilich является немецкой компанией. Она берет свое начало с 1882 года. У нее целый ряд направлений в реальном секторе, в которых они работают. Одно из ключевых направлений является производство полиуретановой системы. Следующий слайд, пожалуйста. Соответственно, им принадлежит завод в городе Познань, Польша, который работает с 1883 года и является одним из лидеров Восточной Европы. В принципе, сейчас становится Европе по производству данных нефтехимических продуктов. Что примечательно, за последние пять лет компания ежегодно увеличивала свою выручку на 25-30%, что по европейским меркам, в общем-то, очень нестандартно. Мягко говоря, то есть они очень быстро растут. В собственности компании более пяти тысяч уникальных рецептов и патентов, в рамках которых они производят эту продукцию. И, что немаловажно, очень большой фокус идет на НИОКР. У них 16 человек в лабораторном центре, и ежемесячно в рамках вот этого направления у них производятся новые рецептуры для новых сегментов рынка. Что касается проекта в России, для них за пределами Европы это проект первый. Соответственно, можно сказать, начинали как слепые котята, смотрели как куда пойти, где какие регионы. И в итоге остановились на Татарстане. Позже я объясню, с чем это было связано. Говоря конкретно про проекты в Набережных Челнах, это, по сути, будущая копия заводов больше. Соответственно, стартовые инвестиции порядка 150 миллионов рублей, более 30 рабочих мест. И полностью финансированный идет за счет немецкой стороны. Ежегодный объем производимой продукции по плану 10 тысяч тонн. Следующий слайд, пожалуйста. Что планируется производить? Это жесткие эластичные полиэлитановые системы. В частности, я думаю, что не все знакомы с этим наименованием продукции. В рамках следующего слайда можно посмотреть, где это используется. Следующий слайд, давайте, пожалуйста. Это гидро- и теплоизоляция. Слева наверху машины высокого давления напыления кровли, полы, стены. Это предизоляция труб. Это клея и наполнение для сэнвич-панелей. Это горная промышленность. Все, что касается работы в туннелях. Следующий слайд. Холодильные камеры, фургоны, резиновые покрытия на детских площадках. Перед супермаркетами вы их видите. И здесь используется полиэлитановая продукция. Также мебельное направление, сиденья. Все сиденья в машинах, соответственно, они также сделаны из пенополиуретановых подушек. Соответственно, мы являемся как раз тем составляющим взаимодействия, из которого это все делается. Следующий слайд. Другие сегменты это декор, система, это обувь, это СИП-панели, новое направление, полиуретановые сэнвич-панели и монтажный пен. То есть все эти сегменты это наши клиенты. Мы не делаем готовую продукцию, мы поставляем полуфабриканты, вот эти компоненты, для того, чтобы уже эти компании, работающие в этих сегментах, производили готовую продукцию. Следующий слайд. В чем у нас заключается ключевое импортозамещение? Во-первых, надо отметить, что компания на сегодняшний день импортировала и продолжает импортировать свою продукцию, пока с Европы. И проект в Челнах в первую очередь нацелен на то, чтобы импортозаместить то, что сейчас сюда завозится. То есть уже есть рынок, есть два дистрибьютора, есть ключевые клиенты, по которым мы работаем. То есть наш первый этап это локализация этого импорта. Вторым этапом, соответственно, мы планируем локализацию импорта уже других компаний, конкурирующих, потому что до сих пор достаточно большой объем продукции в Россию завозится. Мы, соответственно, будем работать в этом направлении. И третий, это, конечно, создание новых сегментов рынка. Некоторые в России представлены, некоторые нет, для того, чтобы мы могли обслуживать наших потенциальных будущих клиентов по новому направлению. Что очень важно, компания сюда привозит свои ноу-хау. То есть все те знания, которые в Польше нарабатывались на протяжении 35 лет, они будут сюда скопированы. У нас планируется достаточно мощный лабораторный центр в рамках проекта. Закупили очень серьезное дорогостоящее оборудование. Приезжает команда немцев и поляков, которые будут обучать у нас как технологов, для того, чтобы мы могли делать все то же самое, что там. Это очень дорогого стоит, это десятки лет исследований. И здесь важно еще раз подчеркнуть, что мы не просто повторяем что-то, а по сути передаем очень уникальные знания, которые здесь будут в дальнейшем использоваться. Также в рамках второго проекта мы планируем более глубокую локализацию. Это с производства сложных полиэферов. То есть, в принципе, планы у компании на производство в России достаточно серьезные. Следующая статья. Предпосылки создания производства. Изначально компания в Уилях, стандарт месяч, стоит очень крупный холдинг, оборот более полумиллиарда евро. Когда они впервые приехали в Россию для осмотра площадки, естественно, они смотрели варианты в Москве, поближе к Московской области, поближе к Москве. Который кому? Дальше не был. Нижний Новгород в списке. Дальше поехали в Ульяновске, Арстан, Санкт-Петербург, Ленинградская область. То есть, был достаточно широкий спектр того, куда пойти. В итоге сделан был выбор на республике. В первую очередь, это было связано с тем, что очень проактивно сюда привлекались инвестиции. И достаточно много про части инвестиций в регион непосредственно до информации в интернете. То есть, это был для них некий первый источник. Дальше, когда стали смотреть Татарстан более глубоко, соответственно, был другой выбор. Там это различные города. Казань, Челны, Нижнекамск, который, в принципе, был достаточно логичным для нас местом, потому что это наш основной поставщик сырья. И другие города. Очень много в республике сейчас индустриальных парков. И дальше пошел анализ того, где же в регионе разместиться. И, в общем-то, мы были очень приятно удивлены. И действительно считаем, что нам повезло, что мы об этом узнали как раз в тот момент, когда принималось решение, а не когда мы уже начали реализацию проекта инвестиций. Очень приятно удивлены, узнав о режиме ТОССР и о тех льготах, которые он дает. Потому что сравнивая и анализируя льгот даже с льготами в рамках других индустриальных парков, в том числе и особых экономических львов, льготы гораздо более финансово привлекательные. И компания, инвестор начинает получать их в самом начале реализации своего проекта. Это был первый фактор. Вторым фактором являлось наличие относительно недалеко сырьевой базы. То есть в Нижнекамске все так же близко. И это был также важным элементом. Третьим фактором важным логистика являлась. То есть это МСН, ЖД-пути, аэропорт Бегиша. То есть все, что нам нужно было, необходимое, вот здесь имеется. Высокие квалифицированные специалисты. Это ключевой момент, потому что в рамках нашего проекта химического производства основное здесь это человеческий капитал, это знание. И в принципе производство достаточно автоматизировано. Главное знать, что с чем мешать. Поэтому это был важным фактором. И последним, и наверное, так же я бы сказал в топ-3 важных по элементам факторов являлось наличие готовых производственных помещений в набережных Челнах. Тут я говорю уже о тех индустриальных парках, которые здесь представлены. Это индустриальный парк Челны и Дипмастер. То есть здесь, в общем-то, даже посмотрев ряд площадок других регионов, мы были удивлены тому, какого уровня предоставляется здесь сервис и какие здесь арендные ставки. Наверное, Кабарович об этом уже говорил. Я могу вам подтвердить, как человек, который был в 10 регионах и смотрел все эти площадки, что в общем-то не делал, что не таково на эти спальни. И, естественно, здесь я бы хотел отдельно отметить очень проактивную позицию с самих набережных Челнов города, командой ТОССР, с кем мы взаимодействовали, потому что в начальном этапе, когда ты не знаешь регион, не знаешь город, это является очень важным элементом. То есть выстраиваемых доверительных отношений, как раз очень важный стимул для того, чтобы проект продвигался далее. Следующий слайд. В завершении хотел бы рассказать, какие мы видим еще предложения для улучшения инвестклимата, чтобы мы порекомендовали свои колокольни сделать для того, чтобы можно было еще сильнее улучшить данную площадку и, в принципе, привлечь достаточно большой пул инвесторов. Первое, это, об этом Ильдар Фарич уже говорил в рамках своего выступления, это более активное продвижение площадки ТОССР. Я повторюсь, что мы, наверное, практически случайно узнали о том, что есть такой режим. Сейчас, общаясь с рядом других предпринимателей, даже челнинских, не то, что даже татарстанских, многие не знают о том, что это есть. Я уже не говорю о компаниях в других регионах. То есть, коллеги, это работает, это есть, мы уже сейчас получаем льготы. Естественно, мы призываем компании, которые планируют начать свои проекты, этим воспользоваться. То есть, для нас это было очень существенным снижением инвестиционной части, начиная с самого начала реализации проекта. Второе, продвижение режима ТОССР в СМИ, это интернет и оффлайновые СМИ, потому что, на примере инвесторов нас, могу сказать, что наши учредители, немцы, они начинали копать именно с интернетом. То есть, очень важно, чтобы ТОССР был хорошо представлен в сетях, чтобы они узнали, его могли легко находить, потому что вначале мы не смогли найти эту площадку. Мы находили особые зоны, другие проекты, но не ТОССР. Третье, наверное, упрощение процедуры получения статуса ТОССР. В целом, там достаточно все быстро получилось, но мы свои предложения дали на тему того, как можно это ускорить и сделать еще быстрее, потому что на начальной фазе, когда ты нанимаешь персонал, надо как можно быстрее, чтобы колесо завертелось, как можно быстрее, чтобы началась реализация проекта. Ну и последнее, это я уже говорю, как человек, который сюда переехал жить, как не местный, как человек с семейной, с двумя дочерями, это социальная инфраструктура. Мы бы здесь, может быть, посоветовали посмотреть опыт Казани и Алабуги, особой экономической зоны, в части школы, детского сада и анекдного жилья. То есть понятно, что все это в городе есть, тем не менее, если было бы это все хотя бы один, например, детский садик или хотя бы одна школа, скажем так, международного уровня, чтобы были носители языка, преподаватели, чтобы соответствующая инфраструктура была. Это было бы серьезным стимулом для многих, для того, чтобы здесь находиться. Потому что мы в конечном счете решение по тому, как я строил завод, принимая не компания, а люди, которые за этой компанией стоят. Соответственно, у всех этих людей есть семьи и так далее. И знаю просто по опыту общения с другими компаниями, многие выбирают те площадки, которые там удобные для жены, для детей и так далее и тому подобное. То есть считаю, что здесь это было бы действительно очень полезно. И знаю, что некоторые членские коллеги ездят в Алабову, в международную школу для того, чтобы там, соответственно, получать вот этот недостающий в членах компания. Если это будет, это будет отлично. В целом считаем, что вот этот режим ТОСР – это огромный стимул и есть весь потенциал, есть в принципе все для того, чтобы набежные члены стали серьезным, крупным центром притяжения инвестиций в реальный сектор. Главное, чтобы об этом знали инвесторы. Спасибо за внимание.